Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я расскажу о случае, который произошел с Милстроем. А если тебе понравится этот видос, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Ну, приятного просмотра я тебе точно не пожелаю, так что переходим к самой сути видео. Белорусский блогер Милстрой в прямом эфире разбил лицо пришедшей на его стрим девушке, ударив её несколько раз об стол. Пострадавшей оказалась Алена Ефремова. Во время стрима у неё завязался с Милстроем словесный конфликт. Девушка утверждала, что блогер назывался Топчиком, но при этом отказывался показать свою грудь. Ты Топчик. Не словами, а делом. Покажи твоё тело. После этого Милстрой схватил девушку за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Давай. Давай. А теперь найди мне фрагмент, где я говорю, что это. Стоп. Нет. Вот это какое тупое уёбище, которое просто кидает зеркала, какую-то хунёвшу полную несёт. Блядь, а ты, а ты, а ты, а ты, надо. Хоть за дверь, по-моему, просто. В своём инстаграме девушка рассказала, что планирует написать заявление в полицию. После стрима её госпитализировали, но о поставленных врачами диагнозами не сообщается. Ребят, пожалуйста, помогите, это полный беспредел. Я не знаю, я не хочу, чтобы с этим соприкоснулись другие девушки. Или просто... Сейчас поедем. Ребят, помогите, пожалуйста, это полный беспредел. Я не могу даже говорить. Просто отпишите какую-то обратную связь, что в этих ситуациях делать. Ефремова рассказала, что у него есть административная ответственность за подобные инциденты в прошлом. Она призвала всех девушек, которые столкнулись с подобным, обратиться в полицию. Популярность на ютубе «Милстрой» ещё в 2017 году принесли стримы с чат-рулеток. На них блогер просил девушек раздеться, если они не смогли ответить на его вопросы. В марте 2017 года Управление по наркоконтролю и противодействию торговли людьми полиция Гомеля задержала его, так как в его роликах нашли признаки порнографии. В отношении стримера возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием компьютерной сети интернет». На своих стримах он рассказал, что это дело закрыли. Ну, думайте сами, правильно он поступил или нет. Обязательно напишите в комментариях. Ну, на этом моё видео подходит к концу. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока!